Наш дом вообще 30 лет. Он не ремонтировался никогда. Речь в первую очередь о лифте в Тамбовской многоэтажке на Полынковской. По словам местной жительницы, в последнее время, поднимаясь на пятый этаж, она стала всё чаще застревать в лифте. Подъёмники явно требуют замены, однако в плане таких работ нет. Глава региона Максим Егоров объясняет, ситуация осложняется тем, что взносы на капремонт жильцы дома хранят на спецсчёте. Вот, у вас спецсчёт, у вас денег, мы вам деньги выделить не можем. Ну а вообще как тогда это будет, пока лифт не упадёт? Подождите, давайте я вам сейчас расскажу. А, что можно сделать? Проголосовать, перейти на котёл, и тогда вам лифты поменяют, движите другим. По-другому мы никак не можем. Можно пойти по другому пути, как есть программа Минстроя, именно для спецсчётов. Вы собираете деньги или повышаете плату, и в рассрочку вам этот лифт выстраивается. Вам надо будет тогда принять решение о том, что вы принимаете плату за капитальный ремонт. При этом Максим Егоров поручил руководителям профильных областных ведомств встретиться с жителями дома, чтобы принять общее решение. Ещё одно обращение в приёмную главы региона поступило из Жердевского муниципального округа. Местные жители попросили открыть на базе средней школы центр образования «Точка роста». На такой площадке, уверены заявители, дети могли бы заниматься творчеством и проектно-исследовательской деятельностью, причём не только во время уроков, но и, к примеру, на каникулах. Глава региона Максим Егоров поручил проработать этот вопрос Министерству образования области. Многодетные мамы из Ржаксинского округа пожаловались главе региона на состояние дорог в деревне Недобровка. Обе семьи несколько лет назад переехали в сельскую местность ради детей. Чистый воздух – собственное хозяйство. На деле же здесь порой бывает сложно добираться до школы. Дети не могут пройти к школьной остановке. Нас постоянно топит. Дороги грунтовые. Никакого ремонта не производится. И мы решили обратиться к нашему главе. Дети вынуждены ходить в резиновых сапогах, брать с собой сменку школьную, плюс ещё такую сменку оставляют на остановке. Потому что невозможно пройти. Заняться решением проблемы по поручению Максима Егорова предстоит местной администрации. Мы вот этот участок, его тоже планируем выровнять и подщебинить так, чтобы было можно всегда проехать и пройти. Но я думаю, мы в течение лета это сделаем. До конца лета? Да. Ну, до начала Чёрного года. До начала Чёрного года. Давайте мы подождём, и я где-то в августе приеду к вам в деревню. Запишите в первой половине или ближе к 1 сентября, и посмотрим, что сделали, с вами встретимся. Хорошо? Договорились? На контроле у тамбовчан останется и канализационная проблема, с которой столкнулись жители областного центра. На интернациональной стоками затапливают подвалы. Администрации города и представителям регионального жилнадзора поручено выехать на место. Максим Илья Николаевна, комиссионные и жители, инициативную группу создайте и отрабатывайте вместе, чтобы все видели, что делается. Все договорились. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарёв, Область новостей.